Казахстанские спасатели отмечают профессиональный праздник. В гарнизоне нашей области несут службу свыше 900 человек. В этом году они спасли жизни почти 400 североказахстанцев. В честь профессионального праздника лучшим сотрудникам ДЧС вручили благодарственные письма Акима области и ведомственные награды. Александра Солмина побывала на церемонии. У областного казахского музыкально-драматического театра выстроили спасательную технику с современными помощниками ЧСников знакомится глава региона. Для мониторинга и контроля паводковой ситуации используют вот этот квадрокоптер. А в зале тем временем уже собираются виновники торжества. Оперативно потушить пожар, вытащить из воды утопающего, освободить из снежного плена автомобиль. Каждый день протягивать руку помощи, рискуя своей жизнью и здоровьем. Это работа ЧСников. В регионе их больше 900. Этот год для них стал нелегким. Совершили больше 1800 выездов. Уберегли от смерти 391 североказахстанца. Из зон чрезвычайных ситуаций эвакуировали свыше 2000 человек. Работали на износ и во время весеннего паводка, говорит о Кимобласти Ерик Султанов. Мощно сработали, ни один человек не погиб, это важно. Затоплено было более 30 населенных пунктов, причем первое затопление было в Донецком. Более двух метров дошла вода, ну представляете, что это такое, два метра. И благодаря слаженной работе наших спасателей, большую помощь в этом оказали органы внутренних дел, департаменты внутренних дел в нашей области. Мы на руках выносили людей, которые не верили, что они будут затоплены в течение часа-двух. Поэтому это большая работа и надо быть готовыми к следующему паводку. Сразу после поздравления к подаркам, начальнику ведомства Павлу Филиппову Акимобласти вручает ключи от нового УАЗа. Лучшим сотрудникам департамента благодарственные письма главы региона. За наградой выходит Джандос Кабжанов. Он приехал из Олихановского района. Уже 4,5 года трудится водителем пожарной машины в части номер 19. Нам минуты дается доехать до места пожара и потушить. Даже 4-3 минуты. Эта роль играет даже минута для людей, если что-то горит в доме. Дети, угрозы. А вот Амангильдэ Аманжолов сегодня получает нагрудный знак Куткаруше первой степени. Он уже больше 15 лет спасает людей. За спиной немало страшных пожаров. Однако ни разу не пожалел, что выбрал именно эту профессию. Пожарная – это универсальная профессия. Честно говоря, мы везде участвуем. Журь мы сутки трое. Бывают периоды, когда вообще затишье. Бывает, что сутки до 21. Но везде это бывает обычно весной. Многие сегодня идут на повышение. Очередные звания получают водолазы и огнеборцы. Подарок для тех, кто приходит на помощь в чрезвычайных ситуациях, сегодня подготовили праздничный концерт. А в холле – выставка музея противопожарной службы. Машины, катера, обмундирование. Здесь самые интересные вещи. Они хранят историю работы огнеборцев. Многие из них привезли из пострадавших от огня домов и квартир. Этот случай, кстати, недавно был, поэтому мы принесли его. Это вот интересненький такой баллон. Он взорвался. Тоже у нас мы не успели его тоже вытащить. Зашли уже, ну буквально начали заходить, и он произошел взрыв. Если он более пустой наполовину, то он либо вверх улетает, если он полный, как бы вот такая вот картина. В музее уже больше 30 лет. За это время его посетили свыше 40 тысяч человек. В основном это дети. Александра Салмина, Тимур Рахматуллин. Новости МТРК.